Ну вот, сделал я. Вы же наблюдали, друзья, кто, как говорится, наблюдает за моим творчеством, как говорил мой приятель Валентин Никулин, актёр. Кто наблюдает за моим творчеством, он так сказал. Мне тогда показалось, что это так пафосно. На самом деле, вот, кто наблюдает за моим творчеством. Сделал, я сделал. Ну, все, кто вот, я тогда вот проводил встречи там в интернете, и каждый, кто хотел, мог видеть, как менялся облик этой картины. Менялся, менялся, и я сказал, вот увидите, друзья, вот увидите. И сделал, я горжусь, что мне удалось. Я же говорил, я делаю до тех пор, пока произведение душа не появится. Здесь тоже есть. Это же произведение глобального масштаба. Я хочу, чтобы вы всё-таки взяли, кто хочет, чтобы жизнь завтра была лучше, прочитали это. Здесь сказано, как сделать нашу жизнь лучше. И как вообще сделать, чтобы наша жизнь была произведением, а не только трагедией. Вот так, друзья. Смотрите, какой шедевр. Мне нравится, я не знаю. Я думаю, вы ценители высокого искусства, и сразу это поймете. А ссылка на книгу в описании. Да, ссылка на книгу в описании. Слушайте, шутки шутками, но на самом деле шедевр. Ну, я-то в этом разбираюсь. Ну, какая вещь получилась, а какая была. Ну, посмотрите те ролики предыдущие, там, где я каждый раз выходил с картиной и говорил, вот я её допишу, вот я допишу, и к вебинару готовлю. А теперь, посмотрите, дописал. Да, если не уговорю, я опять завтра не начну совершенствовать. Но я себя сдержу. Я думаю, что я уже сделал. А ваше мнение? Пишите, пожалуйста, в комментах. И смотрите ролики. И тут мне дама одна написала из другой совершенно далёкой страны о том, что... А пришлите мне отобранный пакет самого высокого качества всех ваших роликов. Ну, уж, конечно, лентяйка. Возьми все ролики, посмотри. Заодно и научишься. Да, у нас есть плейлисты там. Конечно. Да. Ну, давай, выключай свой аппарат. Да. Не надо уже делом заниматься, слушай. Надо другую картину начать рисовать. А то они спрашивают, а что ты всё время женщину рисуешь? Ну, мужик я. И что делать? Ну, не только женщин. У тебя вот есть дедушкин дом. Да, у меня дедушкин дом. Дедушкин дом. И яблоки падают. Ну, покажи, яблоки падают, да. И как там, видишь, он в тачку собирает. Там у него в руках тачка. А вон яблоко там висит прямо. Падающее яблоко. И самое главное, там двери открыты у того домика. А здесь окошки. Ну, хороший картин. Я делаю хороший картин. Слушай, вот эту покажи, вот эту покажи. Какое у него лицо, милое. Друзья, посмотрите, какое. А гитара какая вот небанальная. Видите, если бы она была такая обычная. Она, видите, форма у него неправильная. Намеренная. А мне нравится натюрморт. Натюрморт. Да. Вот чашка такая. И что-то здесь. Да. Ну, еще раз личико покажи. Смотри, я вот здесь сделал ее волосики. А здесь не волосики, а шляпочка. Да. А там вот повторяются, видите, чашечки на столе, да? И луна. Вот эти повторения элементов держат целостность картины. Ну, ладно, давай. Пошли. Еще раз покажи оттуда. Какая, ну ты посмотри какая. Сколько там загадки. Аристократизма. Дождь идет. Зонтик в ручках. Ой-ой-ой-ой. Глазах. Мне нравится. Вот, ну, так приятно, знаешь, Наташа, когда сделаешь что-то, вот, например, идея пришла в голову. Долго думал, и вдруг инсайт. Или, допустим, сделал, да, картину. Вот этот эндорфин включается. Потому что долго над чем-то работал. Моз был в поиске решения. И в какой-то момент в нейросетях произошло соединение. И в этот момент энергия выделилась. Освободилась. Это значит, как раз таки, почему я мыслитель. И почему другой мужчина мыслитель. И почему дама может быть мыслитель. Потому что когда она думает, а потом, когда она поймет, поймет что-то. Или возникнет идея. У нее включаются вот эти эндорфины. Это тот праздник внутренний. Это то ощущение. Тот внутренний алкоголь. Тот внутренний аптека. Вот именно есть такое понимание. Знаешь, можно так сказать. Эврика он сказал, да. А я могу сказать. Я понял. Вот момент, когда ты что-то понял. Вот. В этот момент, оказывается, включается эндогенный алкоголь. Так если людям дать мыслить, если позволять им думать, если позволять созидать, так они и будут все время под кайфом. Потому что они будут счастливы. А жизнь сокращается, если не дают человеку быть человеком. Не дают быть творцом. Поэтому я все сделаю для того, чтобы освободить человеку разум. Освободить в нем творца. И, соответственно, перестроиться наше социальное устройство. Но как же можно иначе? Иначе вот такие дамы придут. И зонтиками нас, мужиков, побьют. Закрывай аппарат. Продолжение следует.